Салют, уважаемые дамы и господа, а также катаны! С вами я Метатроныч, и сегодня технический распаковочкинг. Очень технический, очень распаковочкинг. Что же мне пришло? Угадайте. Самые догадливые уже догадались. Но таких, я думаю, единицы. А я знаю, что здесь... Ну, да к черту, вы уже тоже знаете, вы же посмотрели на картинку и почитали название. Ладно, долой слова, переходим к делам. Ой, что-то упало. Ну и ладно. Так, это, друзья, мультиметр. Мультиметр моей любимой китайской фирмы. Юни-Т. Юни-Т. Такой вот компактненький, небольшой. Компактненький, небольшой, масло масляное, как говорится. Мультиметр. Значится серийный номер, все дела, все как надо. Это не какой-то ширпотребчик, а вполне хороший, приятный приборчик. Даже инструкция имеется. На каком языке? На китайском, что ли, только. Ладно, это не суть важна. Вот здесь все интересное находится именно в этой коробочке. Рассмотрим ее внимательно. Юни-Т УТ-120С. Компактный измерительный прибор. Так, стоп, это ж не обзор у меня, это же распаковка. Значит, интересные особенности данного прибора заключаются в том, что измерения можно производить с закрытой крышкой. Благо, прозрачное стеклышко или область... Пластик, стеклышко, пластик! А, что я говорю? Конечно же, пластик, прозрачный пластик. Здесь все матовое. Позволяет видеть показания, не вынимая прибор, собственно, из кейса. Что порой удобно и необходимо. Но также можно все это вынуть. Давайте посмотрим, что здесь. Кейс в сторону, долой. Так, 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 так. Внимание, смотрим шрифт. Для многих это немаловажно, потому что мельчайший шрифт уже в печенках сидит, в которые нужно вглядываться. Но здесь... Ах, все прекрасно. Ну, просто все прекрасно. Постоянное переменное напряжение, герцы. Здесь у нас сопротивление, диоды, прозвонка. Что там еще не вижу. Так, опять же герцы, миллиамперы. Снова миллиамперы. Ну, это микроамперы, миллиамперы. Короче, тут у нас ток, тут у нас герцы. И здесь у нас конденсатор, что ли? Не вижу. Ну, я сейчас сделаю поближе. Да ладно. Ох, не ловит фокус. Вот, такой неплохой автомат. Переключение между постоянным переменным напряжением. Ну, давайте вот я прямо сейчас его в розеточку включу. Ох, достанет. Нет. До розеточки. Смотрим напряжение. В реальном времени. Эть, эть, эть. 237 вольт. Сейчас у меня в сети домашней. Довольно нормально, нормально. Щупы хлипенькие, конечно. Сопротивление у щупов. Какое? Сопротивление у щупов. Ну, что-то я не пойму. Ну-ка, ну-ка. Законтачьтесь. Вы знаете? Вот, вот вам, друзья. Сопротивление. Для тех, кто начинает кричать, что на щупах все плохо, на щупах все плохо. Внутренние погрешности учитывают. Сопротивление щупов учитывается. Все идеально. Вообще. Вещь. Я доволен. Я доволен. Да. Здесь внутри батареечка CR2035, ну или 2032. Ну, вы поняли, какого форм-фактора. Теперь это будет у меня основной мультиметр на столе, который не занимает много места, но в то же время дает весьма-весьма большие возможности. Я не буду сейчас все проверять и показывать. Если вам интересно, то пишите. Я сделаю на него отдельный обзорщик. Обзорщик. Обзорчик. Господи, что я несу? Да закрывайся же ты. Распаковочек не хочет делать запаковочек. Как оно было? Как оно было? Кто видел? Переводайте назад. Так, ладно. Смех смехом. Наверное, так. Крышечка. Крышечка, закрывайся. Да, все. Нормально. Вот. Место мало занимает. Вполне прилично. Можно в сумку кинуть. Можно прям вот так вот все проверять. Классно, 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 классно. Ну, собственно, для этого и взял. Да, элемент питания, конечно, не ахти этого мне. Пальчиковая или мизинчиковая батарейка. Хотя сюда мизинчик всунуть можно было. По толщине он бы вошел. Вполне. Вполне вошел бы. Ну, да не будем привередничать. Подумаешь, CR123. Можно купить их пачечку и все посмотреть будет. Пачечку менять и не переживать. Нормально. Нормально. Еще расскажу, как сядет он. Надолго ли хватает CR2030. Сколько там? Два. Я не помню, уже ли. 25 или 35. Ну, все они. Только емкость меняется. В общем, не суть важная. Я уже начинаю его разглядывать. А тем временем, блин, это распаковочкин. Так что все. Я выключаю видео. Вам спасибо огромное. Поставьте лайк, если вам понравился и заинтересовал прибор. Подпишитесь на канал. Потому что я, скорее всего, уверен, что будет обзор на этот прибор. Меня он сейчас очень заинтересовал. Все, я выключаю. Пошел за кадром рассматривать. Пока, друзья. Пока. С вами был Метатроныч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok